Мы добрались на машине до курорта Хацвале. Снега тут, конечно, маловато, но в целом из-за того, что народу мало, можно и покататься. Неплохо так. Вон там сзади подъемник и две основные трассы с самого верха. Вот одна и вот вторая. И, в общем, такая небольшая зона. Катание сейчас еще в Тетнульде сгоняем и посмотрим, как там. Но, скорее всего, мы поедем завтра уже к открытию на Тетнульде. Тут, кстати, удобно, что один ски-пасс на оба курорта работают. Поэтому, собственно, можно приехать на один, покататься, потом приехать на другой, покататься. Это здорово. Просто бомбически. Я сейчас съездила в Тетнульде на горнолыжный курорт. Это было так странно. Я поехала одна, без Санька, потому что он поехал там что-то по работе решать, какие-то вопросы. И всю дорогу я ехала. Все было хорошо, все было круто. И за пять с половиной километров до горнолыжного курорта я села. Причем так села конкретно. Я поняла, что сама я выехать не смогу. Вот. И хорошо, что по дороге навстречу мне ехал автобус с каким-то... с кучей грузинских мужчин прекрасных, которые работают на курорте горнолыжном, там всякие смотрители склонов, ски-полиция и так далее. В общем, они там человек пять выскочили из этого автобуса, вытащили мою машину. Вот. И говорят, не надо вам пытаться ехать вперед, давайте-ка разворачивайтесь, безопаснее будет ехать назад. В общем, я развернулась и поехала обратно. Не знаю, надо подумать, как лучше это сделать, потому что ездить каждый день на такси – это примерно 100 лари туда и обратно, а 100 лари – это, ну, 2300 рублей. И каждый день отваливать... Ну, что-то меня как-то жаба душит. У нас есть браслеты на колеса. Это что-то типа цепей, но такая недоцепь. Вот. Поэтому, не знаю, сейчас, в общем, подумаем с Саньком. Вот он уже пришел, как раз стоит там, машет мне руками. Подумаем, как лучше сделать, вообще, как быть. Потому что ехать сюда на машине столько времени и потом не иметь возможности доезжать до горнолыжного курорта на ней – это, ну, странненько. Так что, вот, как-то так. У меня сводки с полей. Ну, я же все надеюсь сделать этот сам видеоролик хоть откуда-нибудь. Так и живем. Теперь в номер попало, но замка нет. Да вот, мне, слава богу, новый замок вырезали. Такой же хлипенький, но пока вроде работает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова